приветствую вас друзья на канале сегодня будет незапланированное видео о комплекте по переделке обычного велосипеда в электрический а именно о редукторном колесе я проехал в тестовом режиме на этом комплекте около 50-60 километров и мотор начал издавать какой-то непонятный скрежет пока я еще не разобрал мотор напишите в комментариях как вы считаете что может быть с мотором внутри стоит планетарный редуктор шестеренки там стоят пластиковые пластиковые они стоят неспроста это не от экономии пластик там специализированный шестерни планетарного редуктора сделаны пластиковыми для того чтобы наружная металлическая шестерня впрессованная в корпус и внутренняя которая стоит на валу они сделаны из стали чтобы они не изнашивались так сильно изнашиваться будут пластиковые шестеренки заменить их не проблема каждые 5-6 тысяч километров обычно они требуют замены это гораздо дешевле чем заменить стальные шестерни центральную еще проще заменить который на валу стоит она там на трех болтах а вот внешне она впрессована в алюминиевый корпус единственная причина по которой установлены пластиковые шестерни как я уже сказал это продлить срок службы мотора они потому что китайцы там что-то удешевили и специально делают для того чтобы мотор быстрее выходил из строя нет это не так это наоборот чтобы продлить срок службы мотору сейчас я разберу мотор откручу вот эти шесть болтов и мы посмотрим что внутри произошло болты откручены так вот просто вылазь до свежее колесо еще ничего не прикипела здесь у нас все четенько все замечательно да и тут тоже хорошо все шестеренки все целые все замечательно интересно что может быть дело здесь с виду тоже все вроде в порядке буду разбираться и так нашел причину неисправности отклеились два магнита вот здесь вот я их пометил вот видно что они эти два магнита но остальные нормально держится пока что но они очень плохо приклеены я там не наблюдаю практически никакого клея пустота приклеили только вот на вот эти вот места магнит не скруглены и поэтому они очень плохо держатся надо сюда пролить будет эпоксидной смолы заполнить эти пустоты но проблема в том что если сюда наливать смолу то скорее всего она будет стекать туда тут видны следы клея но он какой-то не застывший такое ощущение что немножко липкий еще осталось ничего то его маловато здесь но пожалели клея китайцы блин ну молодцы блин развел эпоксидной смолы и хочу сделать следующим образом в каждый из зазоров я капну по пару капель затея такая чтобы дождаться когда начнет густеть она стечет немножко сюда естественно я сделаю диму здесь пробничек тоже капельку сделаю и буду смотреть как только начнет густеть значит она где-нибудь здесь уже скопилась загустела и дальше протекать не будет и я добавлю еще по пару капель и таким образом можно будет заполнить все эти зазоры не разбирая двигатель потому что это довольно трудоемко все отлично делаю тут пробничек большой и по нему буду смотреть как быстро будет твердеть эпоксидная смола как только станет такой густоватой я разведу еще смолы ее можно поставить в холодильник реакция замедлится и можно будет чуть позже ее использовать без проблем разогреть опять но я скорее всего разведу заново потому что один к пяти и развел скорее всего уже бурная реакция пошла но в данном случае нужно чтобы все было качественно и лучше я разведу еще раз не буду ставить в холодильник прошло полтора часа пробник уже стал довольно густым развел еще смолы сейчас подолью немножко все отлично пусть впитывается в пазы прошла ночь эпоксидная смола затвердела я еще третий раз немножко тут или четвертый уже не помню короче подливал сюда дополнительно сделал бортик что и вообще магниты очень хорошо держались и в будущем не отвалились эпоксидная смола затекала также в щели между магнитами не думаю что в этом плане все будет вообще супер сейчас соберу мотор и можно будет выкатить тестировать сейчас прокатился уже 3 и 6 километра никаких звуков мотор не издает сейчас установлю камеру в это место и немножко поснимаю звуки через через раму должны они очень хорошо передаваться если есть какие-то посторонние звуки мотора и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, пробую. Температура мотора тепленький. Мотор тепленький. Все отлично. Никаких посторонних звуков до сих пор нет. 6,6 километров пройдено. В дальнейшей эксплуатации мотора никаких проблем не должно возникнуть. Все будет отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА